Всем привет! Решил я заказать несколько интересных товаров для своего старого автомобиля. Некоторые очень нужные и полезные, а некоторые я заказал чисто ради эксперимента, чтобы посмотреть что будет. Первым я решил протестировать набор для восстановления трещин и сколов на стекле. У меня как раз есть очень старый скол на стекле. Гадать даже не буду сколько ему лет. Постараюсь сейчас заделать как-то с помощью вот этого восстановителя. Ну и давайте будем значит тестировать наш чудо-набор по восстановлению стекла. Прямо на моей машине. У меня есть скол. Вот и сейчас я буду все пошагово делать. Вроде как уже разобрался с инструкцией. И будем смотреть работает он или нет. Итак, как гласит инструкция, нам нужно сначала все это дело зачистить. Значит зачищаем. Вот у меня есть скол. Мы его удачно хорошо зачищаем как можем. И будем заливать смолой. Далее приклеим вот такую вот специальную липкую ленту. А теперь закручиваем вот этот шприц сюда. Налили сначала пару капель этой жидкости, этой смолы, а потом закручиваем этот шприц. И мы сейчас должны создать либо вакуум, либо какое-то давление, как я понял. Мы закрутили и теперь нам нужно вот вытянуть его. Вот так. По ходу монтажа ролика решил вас не заморачивать лишней информацией про то, как пользоваться этим восстановителем. В инструкции все пошагово показано и все очень понятно. Любой разберется. Сезон для восстановления конечно не очень удачный. Лучше летом делать такую процедуру. Но мне и зимой пойдет. Все работы должны проводиться в тени. Нельзя мыть ветровое стекло непосредственно перед работой. Ремонтируемая зона стекла должна быть сухой. Я конечно делал ремонт не в идеальных условиях, как нужно делать. Да и трещина в лобовом стекле очень старая. Так что как видите, смола не затекла идеально и не заполнила поры. Но в принципе результатом я доволен. Поверх стекла образовалась защитная пленка, которую я стирать до конца не стал, чтобы она была дополнительной защитой. Но если у вас скол свежий и вы его хорошо зачистили, то вероятность того, что скол полностью заполнится и не будет виден, высокая. А также можно еще и трещины кстати заделывать. Ну и летом конечно все это делать нужно при теплой погоде. В общем набор стоит недорого и поэкспериментировать точно стоит, если у вас есть с чем. А это импульсные зарядные устройства для легковых и грузовых авто с функцией восстановления АКБ. Зарядные устройства под управлением микропроцессора обеспечивают полностью автоматическую зарядку в три этапа. Присутствует защита от перезарядки. С ним я оставлял свой АКБ на длительное время на зарядке, без страха его повредить. Устройство защищено также от переплюсовки и короткого замыкания. Режим восстановления АКБ это специальный режим зарядки, при котором аккумулятор заряжается длительными циклами и восстанавливает свои свойства. Управляется с помощью сенсорной кнопки и на экране показывает полностью все, что происходит в процессе зарядки. Есть защита от полярности, защита от короткого замыкания на выходе, защита от обрыва подключения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки перенапряжения, обратная защита, защита от поражения электрическим током, а еще есть вентилятор, который тихо работает, но лучше конечно оставлять АКБ на зарядке в другой комнате. Есть у нас значит вот такой вот аккумулятор, это АКБ моего друга, он новый, он пользовался, он покупал его новым, он пользовался им где-то около года, и потом он у него стоял 7 месяцев. Вот, значит сейчас мы его попробуем восстановить и включить наш прибор, вообще посмотрим, что он себе представляет. И на его функции посмотрим. Так, мы включили значит. Вот у нас видно сразу было, что есть режим лета, есть режим зимы. Вот и у нас такая зарядка происходит. Ну не зарядка, а вот такая вот индикация. Ну сейчас все увидим. Управление сенсорное у нас. И что очень хорошо, есть вот такие вот два крокодильчика. Они довольно большие. Вот, то есть их удобно прикреплять. На крокодильчиках есть пометки плюс, минус, все есть. Значит вот мы подключаем. И сейчас все будет у нас видно. Вот видим, что пошла зарядка. Но и пошло охлаждение, кстати. Но мне нужно зарядить, не зарядить его просто, а восстановить. Вот у нас видим ампераж, температуру. 13 вольтаж. Видим 13,5 вольта, 7,9 ампера. Но я ставлю, значит, сюда на восстановление. Прошло у нас чуть меньше суток. Как мы видим, аккумулятор как будто зарядился. Но сейчас мы еще поставим на режим восстановления. И так рассказываю. Я посмотрел советы YouTube ребят, которые разбираются вот в этом деле с зарядкой акумов. И они подсказали мне так, что лучше изначально, если у вас аккумулятор прям сел, умер, сдох. Вам нужно поставить в моторежим. На низком вольтаже, ампераже. Там я не помню. Или низкий вольтаж, или низкий ампераж. Вы подзаряжаете его. Вот, то есть даете как бы толчок. Очень-очень слабо подзаряжаете. Где-то часика 4. Потом, следующее время подзаряжаете уже на обычном режиме для авто. Мы его уже подзарядили. Вот у нас показывает на дисплее на 100%. Но, в конце, когда вы уже его подзарядили, вот в данный момент, нам нужно перейти в режим восстановления. Вот. У нас режим восстановления мигает. У нас режим восстановления мигает. И когда уже он дозарядится полностью, то есть он как бы добивает сейчас зарядку, заряжает до 100% максимально. Когда уже этот режим не будет мигать, и он будет там писать или зелененьким, я не помню. В общем, потом увидим. То это уже будет на 100% заряженный аккумулятор. А также у меня вот мой аккумулятор с машины. Я его только что снял. Нужно дозарядить, скажем так. Сейчас я его подключу и посмотрим, что же нам показывает индикация, какая показывается индикация в хорошем заряженном аккумуляторе. Просто его нужно там иногда дозаряжать, скажем так. Вот я сейчас и дозаряжу. Итак, вот наш новый подопытный. Значит, включаем наш зарядник. Тут, значит, две пробки я выкрутил. Плюс-минус. Плюс-минус. Так, что же он нам показывает? Как видим, показывает он... О, что нужно дозарядить. Вот, показывается, что в режиме автозарядки нам нужно дозарядить его еще и капитальненько. Ну, значит, дозаряжаем. Посмотрим. Сначала дозарядим. Я не буду манным только мы его дозаряжать. Сначала дозарядим обычным зарядником, а потом поставим на режим восстановления и дозарядим уже на режиме восстановления до 100% максимально. Это зарядное устройство я уже тестирую больше недели. Зарядил и восстановил полностью один долго стоящий аккумулятор. А также полностью подзарядил свой рабочий аккумулятор. При этом зарядное я работал бесперерывно двое суток и даже не нагрелось. Так что могу смело вам его и рекомендовать. Увидеть в очень старом авто систему контроля давления шин. Как вам такое? У меня оно есть. Устройство очень классное. Я с ним уже кайфую около двух недель. И вижу постоянно, какое давление в шинах авто. Что для начинающего водителя, то есть для меня, отдельно приятно и очень полезно. Такая система вам поможет не только обеспечить правильный уход за колесами вашего авто, но и обеспечит вам безопасность на дороге. Вы всегда сможете проконтролировать состояние шин во время движения и вовремя установить неполадку. Питание прибора осуществляется от кабеля либо от солнца. На экране прибора изображены датчики, каждый из которых отвечает за определенное колесо автомобиля и температуру в колесе. Каждый датчик является грязеустойчивым и водонепроницаемым. Значит, давайте цеплять нашу систему. Значит, это у нас передний правый, right колпачок, это передний левый, это RL задний левый, RR задний правый. Как бы же мы их цепляем? А цепляем мы их очень просто. У нас есть в наборе вот такие вот контргайки. Мы берем одну контргайку, накручиваем ее на ниппель. Самый конец. У нас есть в наборе вот такой ключик. Мы им будем поджимать, отжимать, будем делать регулировку. Так, и значит, берем FL. Передняя часть FL, вернее, left. Так, ее берем и накручиваем. Вот, мы услышали, что у нас пошел воздух. Значит, накачал я все колеса на 2 атмосферы 15 десятых, то есть 2,15 атмосферы. Все колеса полностью. И сейчас будем видеть, какие цифры нам покажет уже таблица наша. Так, и значит, контргайку мы берем и поджимаем ее. Вот, и теперь ключом дожимаем. Чтобы она у нас сидела уверенно. Слышу, что ничего не пропускает, никакого воздуха. Значит, все закручено нормально. Идем далее. Установили мы, значит, наши датчики на все 4 колеса. И вот, включаем наш датчик. Включается он одним длинным зажатием. Клавиши. Так, значит, что у нас показывает? Показывает. Это у нас он запаску сейчас показывает. Сейчас мы поменяем. Значит, я поигрался с настройкой нашего прибора. Тут еще это колесо, оно еще не раздуплилось, скажем так. Значит, я накачал каждое колесо по 2,15 атмосфер. Тут у нас показывает только двухзначные значения. То есть, 2,1 будет показывать. Все, в принципе, правильно. Значит, еще смотрите, какой нюанс настройки. Что можно настроить. Значит, у нас есть три кнопки. Мы зажимаем среднюю кнопку. Буквально на 5 секунд. Вот, и оно у нас показывает бары давления. Это если упадет давление ниже 1,9, оно значит, нам будет пищать. Что, мол, у хозяина начальника случилась ополомка. Температура. Температура ниже, я так понимаю, 60. Если упадет, то должно оно пищать. То есть, это как бы нижние границы наших параметров заданных. Вот, можно тут PCI можно делать и можно делать бары. То есть, бары это у нас давление. PCI тоже давление, но там уже другие совсем параметры. Вот, другие настройки. И вот, можно здесь выбирать температуру в Цельсиях и в Фаренгейтах. Значит, также и, ну вот мы выбираем нижние границы. Возможно, я что-то не так говорю. Ну, это нам как бы не сильно в температуре. Нам, я так думаю, температура вообще сильно не нужна. Но если я что-то там говорю не так, то поправите меня в комментариях. Ну, в общем, в принципе, настройка. Все очень просто, легко. Буквально выделите там минут 15-20. Дома разберетесь, то есть, без вопросов, без каких-либо проблем. Систему могут только хвалить. За эти две недели все работало идеально. Все датчики срабатывают оперативно. И я реально доволен этим устройством. Так что берите себе на заметку. Не важно, какое у вас авто. Это устройство подойдет к любому. В принципе, и как это интересная зарядка с тремя портами для зарядки и гнездом прикуривателя. Интересная штука, может кому-то пригодится. Я не думал заказывать зарядник с Китая, а пошел купил на рынке обычные зарядные на два порта. Оно оказалось таким шлаком, что у меня телефон, когда стоял на зарядке, еле-еле заряжался. И то не всегда. С этим зарядным все хорошо. Заряжает нормально. Ну, как и должно быть. Про вольтаж и ампераж на выходе сейчас посмотрим тест. А то заявленные значения от реальных немножко отличаются, но не критично. Можно заряжать три устройства одновременно, что не может не радовать. Значит, у меня есть тестер. Сейчас мы проверим, сколько наша зарядка выдает. Значит, у нее по заявлениям в одном разъеме 5 вольт 3,1 ампера. И в разъеме Quick Charge быстрой зарядки 5 вольт 3,1 ампера. Значит, у нас такие показатели. Сейчас мы будем это проверять. Значит, вставляем нашу зарядочку. И смотрим. Так, включили. Я думаю, вам будет видно. 5 вольт 0,6 ампера. Так, значит, смотрим, смотрим. Пока что 5 вольт 2 ампера. Все правильно. Вот, смотрим. 5 вольт 2,3 ампера. Вот, началась просадка. Так, сейчас мы уловим этот момент. То есть, 5 вольт. И. Так. 5 вольт и 2,5 ампера у нас по факту отдает. Это у нас на синей зарядке. На коричневой. Ну, в принципе, такие же самые. Вот. То есть, по факту мы видим, что наша зарядка работает на 5 вольт 2,5 ампера. Но у нас еще также есть зарядка Type-C. Стабильную зарядку наша Type-C выдает. 4,7 пусть будет вольта. И 2,5 ампера. Ну, в принципе, не знаю. Смотрите сами. Я думал, что она будет немножко получше. Ну, в принципе, для зарядки телефона и для зарядки какого-то другого гаджета должно подойти. И последним, но не менее интересным товаром у нас будет вот такой вот Nano Glass Protect. Это защита для вашего автомобиля. Ее можно нанести как на стекло, так и на любые другие детали вашего автомобиля. Она защищает, как я понимаю, от воздействия воды, влаги, дождя, соответственно, и болота. То есть она защищает ваше авто от воды и отводит воду с любого места, где бы вы не попшикали. И сейчас будем тестировать, в общем, смотреть на моей машине, как оно работает. Но для начала нужно, чтобы деталь, у меня это стекло, было не просто чистая, а вымыто мыльной водой. Также нужно этот спрей пшикать, растирать. Я покажу все, вы сейчас увидите в работе. И он высыхает за 1-2 минуты, если у вас температура воздуха, температура на улице 20-25 градусов. У меня сейчас явно не 25 градусов, даже не 20. И тут написано, что если у вас ниже температура, значит нужно дать дольше высохнуть. В общем, сейчас все сделаем, посмотрим, что это такое и протестируем. Помыл я лобовуху мыльной водой, а теперь мы будем пшикать и протирать. Значит, на эту часть мы будем наносить на анагель, но ту не будем. А потом польем водичкой и посмотрим, что оно такое из себя представляет. Все у нас очень просто. В комплекте идет такая тряпочка, ей мы будем протирать. Честно говоря, я не знаю, сколько нужно пшика. Я так хорошо попшикал, хорошо растер. Нам нужно дать ему высохнуть, ну не знаю, больше 10 минут, так точно. Я думаю, да, минут 15-20 пусть высохнет, а потом уже будем тестировать. В хорошую погоду время высыхания 1-2-5 минут максимум. Так что ждем 20 минут и льем водичку и смотрим, какой же будет эффект. Прошло у нас где-то минут 15-20. У нас уже немножко пускается маленький дождик, тогда проверяем уже наглядно. Эта сторона у нас ничем не пропшикана и тут никакого слоя защиты нет. Значит, смотрим, как течет вода. Видим, да, какие полосы, как вода растекается и она останавливается, она не сразу идет вниз. Теперь смотрим с той стороны. Причем мы вот там наглядно можем видеть, как вода остается. Смотрим с защитой. Защита работает точно, как я вижу. Мы наглядно видим, что капли сползают, а не остаются. Вот. И, в общем, все работает, ребят. Если нужно, берите. Штука прикольная. Еще раз лью воду. Как быстро уходит вода. Она ручейками уходит, остаются только мелкие-мелкие капельки. Значит, по заявлению производителя, защита эта будет работать 2 месяца. Вот. Ну, как бы месяц точно. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если вам понравились сегодняшние товары, пишите в комментариях, как вам они. Я уже закругляюсь, и у нас начнется дождь. Зима, конечно, вот такая вот. Снега нету, нифига нету. Идут дожди. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, как вам товары, которые я сегодня вам показал. Мне они все понравились. Вот. Зарядочка, конечно, немножко выдает не тот ампераж. Но, в принципе, как бы сгодится. Штука прикольная. Всеми товарами я пользуюсь на 100%. Уже недели две. Только нано-защиту сегодня мы с вами протестировали. Вот. А так всеми товарами я пользуюсь уже долго. И как бы смогу с уверенностью сказать, что можно заказывать, и все будет нормально. Еще раз поливаем водичкой тот край и этот. Ради наглядности, да? Как там идет водичка? Вон, видим, вода остается наверху. Вот. И она стекает не так, как на этой части. И на этой части поливает. Смотрите. Все быстро уходит. Стекла у нас чистые. Капель намного меньше, чем на той стороне. Вот. Так что, в общем, нано-защита, нано-протект действует. Всем спасибо. Всем пока. Вот, уже еду домой, значит, после съемок. И попал под дождь. Вот у нас видно хорошо четко полосу. Смотрите, какие здесь капли. Какие здесь капли. То есть, тут ничего не нанесено. Тут нанесен наш нано-протект. Замечу, что где нано-протект, видимость сквозь стекло намного лучше, чем здесь. Вот. И когда я еду на скорости, тут капли. Сами они от воздуха расплываются. Здесь же не расплываются. То есть, как я понимаю, при нано-протекте вам особо не нужно будет включать в дворники. Очень часто. Вот. И у вас видимость будет намного лучше. Также он в заднее стекло. Я тоже нанес назад его. И намного лучше видно мне, в общем, в заднее стекло. Сбоку также я нанес. Вот. От скорости воздух рассеивает воду. И, в общем, видно намного лучше. То есть, по факту я вижу действие нано-протекта. Вот уже, как только его нанес. Потому что, опять же, попал под дождь. Всем спасибо. Рекомендую заказывать, если нуждаетесь в подобной штуке. Она стоит совсем недорого. Она носится легко. Вот. И вот как-то так. Всем спасибо. Всем пока.